Добрый вечер! В эфире новости АТН. В студии работает Мария Парсенкова. И в начале выпуска коротко о главном. Те, кто организовывают, те, кто исполняют, они переступают уже грань, они идут на человеческие жертвы. Безусловно, мы будем усиливать все возможные мероприятия по вскрытию и, безусловно, по охране этих заходов. Трое погибших и 10 пострадавших. Мирное шествие на проспекте маршала Жукова в считанные секунды превратилось в кровавую трагедию. В городе идет антитеррористическая операция. Объявлен траур по погибшим. На сегодняшний день у нас нет прямых доказательств о причастности этой группы к террористическому акту, о котором мы сегодня с вами говорим. Но в процессе расследования вероятность этого факта может стать явной. Расследованием теракта на маршала Жукова занимается межведомственная рабочая группа, усиленная специалистами генпрокуратуры. Дело взял под контроль лично прокурор Украины. Следователи озвучивают первые версии трагедии. Теперь подробно. Кровавое прощенное воскресенье в Харькове. Во время мирного шествия активистов Евромайдана произошел взрыв. В результате двое людей погибли прямо на месте. А сегодня в больнице скончался еще один пострадавший 15-летний мальчик. 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших активист Евромайдана Игорь Толмачев и сотрудник милиции подполковник Вадим Рыбальченко. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «Теракт». Уже известно, что взрывчатку заложили заранее. В Харькове была начата антитеррористическая операция. Мирное шествие на проспекте маршала Жукова в считанные секунды превратилось в кровавую трагедию. Активистов и правоохранителей, шедших во главе колонны, взрывом буквально разбросало в стороны. Раненые лежали на земле. Им пытались оказать первую помощь еще до приезда скорых. Журналист Филипп Дикань видел все, что происходило. Он был буквально в 20 метрах от эпицентра взрыва. Вот стоит машина, вот лавка, ну метров 20, наверное, от силы. И лицом стоял ко взрыву как раз, знаете, вот хлопок, сильный такой хлопок, который нам уже привыч, наверное, да, те, кто слышал шумовые гранаты, как взрываются и так далее. И такой фонтанчик как бы из земли. Причем непонятно что это, но естественно попадали люди. Легкий дым, легкий дым. Ну и все, собственно говоря. Когда дым рассеялся, стало понятно, помощь нужна многим. Окровавленные правоохранители, активисты. Некоторым делали массаж сердца прямо на земле. Игорь Толмачев оказался в самом эпицентре взрыва. Умер мгновенно. Координатор Евромайдана, глава самообороны, общественный активист. Ему было всего 52. Друзья до сих пор в шоке из-за его гибели. Да, это самооборона Майдана. Он занимался организацией многих вопросов, сбором денег, помощью нам, волонтерам, ездящим в зону АТО. Мы шли в начале Коломы, мы ее возглавляли, должны были руководить вместе с Игорем. Причем, что Игорь вызвался, в общем-то. В принципе, Игорь реально у нас, по сути дела, человек, который делал самую важную работу. Это секретарь общественного штаба обороны Харькова. Это человек, который, в общем-то, по сути дела, был главным на Евромайдане. Игорь был спасателем. Он спас огромное количество людей. Он основатель первой в Советском Союзе некосударственной спасательной службы еще в 88-м году, когда страшное было землетрясение в Армении, в Спитаке. Именно Игорь Толмачев организовал эту спасслужбу. Еще один погибший милиционер. Он лежит у газели. В машину, которую перед тем остановили сотрудники ГАИ для парохода колонны, попало немало осколков. Иначе пострадавших было бы больше. Эта девушка легко ранена ногу. Ну я уже, как говорится, не в первый раз. Я уже человек обстрелянный. 19-го числа во время теракта возле Московского районного суда я была одна из самых тяжелых. У меня сейчас маленькое осколочное ранение. Осколка нету. Первую помощь оказали мне мои соратники. Я стояла лицом к нему. Я его увидела, я его услышала, в отличие от прошлого. То есть я не услышала и не видела. То есть сейчас, в принципе, все было видно. То есть паники, как говорится, у меня не было. Сразу ушла просто от места взрыва на более безопасную территорию. В больницах Харькова на 18.00 10 раненых. У всех травмы различной степени тяжести. Один 15-летний подросток в коме. Еще несколько получили тяжелые ранения в живот. Это осколочные ранения конечностей верхних и нижних. Это, к большому сожалению, проникающие ранения брюшной полости. Есть тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Это молодой человек 15 лет, который находится в состоянии комы, в очень тяжелом состоянии. Есть ранения мягких тканей. Взрывотехники работают по всему проспекту. Собирают вещественные доказательства. Мелких осколков очень много. И прокуратура сразу сообщает. Факт взрыва расследуют по статье «Теракт». Почерк террористов напоминает преступления у суда Московского района в январе текущего года. Тогда взрывчатку тоже зарыли в землю. В целлофановом пакете прикопано в снегу и поведено в действие. Либо по времени было выставлено, либо с дистанционным управлением. Это установят взрывотехники после проведения соответствующих исследований и экспертиз. Поражающий элемент тротил. Мы рассматривали и даже на пресс-конференции, которую проводили с вами, мы говорили и предупреждали, что именно эти заходы будут раздражающим сигналом для тех, кто хочет нанести вред. И власти, и тем, кто видно, год сопротивляется этой агрессии. Те, кто организовывают, те, кто исполняют, они переступают уже грань, они идут на человеческие жертвы. Безусловно, мы будем усиливать все возможные мероприятия по вскрытию и, безусловно, по охране. Глава СБУ Харьковской области также рассказал, что накануне они задержали террористическую группу из четырех человек, которые готовили покушение на волонтерский центр. У них была изъята взрывчатка, сейчас их допрашивают. В городе объявлен самый высокий уровень террористической угрозы. Началась антитеррористическая операция. Наталья Белокудрия, Александр Ушаков, Андрей Домовой агентство, телевидение новости. Сегодня в городе объявлен траур по погибшим во время взрыва. Харьковчане несут цветы к месту гибели людей на проспекте маршала Жукова. Сегодня Харьков в трауре. Ровно в 13 часов около памятника Шевченко и на месте теракта проходят панихиды и минуты молчания в памяти погибших. Именно в это время становится известно, 15-летний мальчик, получивший открытую черепно-мозговую травму, умер в больнице. Количество жертв теракта выросло до трех. Люди говорят, это страшная трагедия, но преступникам не удастся превратить Харьков в Донецк или Луганск. Именно поэтому я сегодня вышла. Я перестала ходить на подобные собрания год назад, потому что я решила, что Харьков успокоился, хотя бы в той мере, в которой это было возможно. Вчера стало понятно, что Харьков не успокоился, поэтому я, честно говоря, разочарована, что так мало людей. Я была уверена, что выйдет больше таких, как я. Совершенно теракт не запугали. Мы выходили, показывали свою позицию. Будем выходить и показывать свою позицию, что мы за Украину, что мы не хотим и не ждем никакую здесь Россию. И нас не запугать. Если будем бояться, то это ускорит только развязку, которую не хотелось бы даже, которую не хотелось бы даже думать. Потому что все время говорили, что в Харькове все мирно, все тихо. Но кому-то мешает. Тихо и спокойно. Хотят, наверное, то, что в Донецке, в Луганске. Леонид Данищенко пришел на митинг с портретом своего друга Игоря Толмачева. На шествии они рядом несли шаржи на Кернеса и Добкина. Да мы, как всегда, о делах беседовали. Вышли, в общем, в колонну вместе, а потом ему позвонили, и он, как говорится, опрометью кинулся в голову колонны. Просто направлять, потому что большое движение людей – это всегда сложное мероприятие. Кто-то должен правое плечо вперед, левое. И вот он выскочил как раз на левый фланг завернуть, чтобы не перегораживать весь проспект. Потому что Евромайдан, опять-таки, я буквально каждый раз участвовал, каждый день. Мы всегда стремились наименьшие затруднения привнести, так сказать, простым людьми. В больницах остаются 10 раненых. Из них пятеро несовершеннолетние. Состояние пострадавших врачи оценивают по-разному. Самые тяжелые находятся в больнице скорой помощи. Часть в ближайшей к месту ЧП – 17-й. У нас на сегодняшний день самых тяжелых нет. Из вчера поступивших пятерых ребят. На сегодняшний день их состояние трактуется как средней тяжести. Вчера, учитывая характер их повреждений, мы трактовали как тяжелые пациенты. Но это связано с теми ранениями, которые они получили. На сегодняшний день все пациенты уже в палате. И на сегодняшний день их состояние считается средней тяжести стабильное. Бедро, верхние конечности у одного молодого человека – это застрявший осколок в плечевой кости. И мы его трактуем как открытый перелом. Среди пациентов городской больницы номер 17 три бойца спецбатальона «Харьков-1». Старший лейтенант Дмитрий Скрипко рассказывает, у него осколочное ранение спины, один осколок врачи так и не смогли вынуть. Боец спецбатальона возмущен гибелью людей. Он не понимает, почему не были приняты меры безопасности, а его побратим обещает найти и наказать виновных. Вы знаете, я ожидал, что такое может произойти. И я не могу понять, почему власти и городские, и всеукраинские разрешают такие массовые сборы при такой ситуации в стране. Это раз. Во-вторых, почему не были все обеспечены бронежилетами, щитами, касками. Это два. За сутки прокуратура, СБУ и милиция выяснили, что именно взорвалось, назначили 10 экспертиз, допросили 200 человек. По словам прокурора области, уже известно время, когда взрывчатку закопали в снег. С часа ночи до 4 утра. По предварительным данным экспертов, взорвалась противопехотная мина с радиоуправляемым устройством. Мы примерно знаем ее маркировку. Не хочу называть точное название до вывода в эксперту. Ее тротиловый эквивалент составляет примерно около 2 килограммов. Сейчас взрывотехники устанавливают, каким образом был приведен в исполнение взрыв, то ли пультом, то ли путем включения телефона. В зависимости от вывода мы будем понимать, с какого примерного расстояния преступник произвел взрыв. Предварительно похороны погибших в теракте назначены на среду, 25 февраля. Основной версией следствия о причинах трагических событий на маршала Жукова является теракт, совершенный так называемыми харьковскими партизанами или другой пророссийской преступной группировкой, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Харькове. Правда, сами партизаны ответственность за взрыв на себя в этот раз не взяли. Расследованием теракта занялась межведомственная рабочая группа, усиленная специалистами ГПУ. Дело контролирует лично генпрокурор. Об этом заявил его заместитель Владимир Гузырь, который приехал в Харьков. Он говорит, что по основной версии следствия взрыв – дело рук так называемых харьковских партизан или другой подобной диверсионной группы. Правда, сами террористы от этого открестились. В интернете появилось заявление, в котором известный харьковский сепаратист Филипп Эказьян намекает на то, что взрыв мог быть организован украинскими спецслужбами якобы для закручивания гаек. К взрыву 22 февраля 2015 года во время хода сторонников АТО не причастны. Мы, харьковские партизаны, не планировали и не планируем свои акции в местах массового скопления мирных жителей. Тему заговора на интернет-просторах сразу подхватили кремлевские тролли и участники местных сепаратистских сообществ. Но ее развел лимоновец Александр Авернин, написав, что это их люди взорвали укропов в Харькове. Оправдываться за соратника пришлось уже самому Эдуарду Лимонову, который заверил, что партия «Другая Россия» не имеет отношения к теракту. В то же время российская, ультраправая фашистская группировка «Русское национальное единство» также фактически взяла на себя ответственность за взрыв, возложив его исполнение на все тех же харьковских партизан, которых пытался обелить и казян. По словам русских нацистов, во время взрыва на маршала Жукова они пытались убить активистов правого сектора. Силовики также склоняются к тому, что террористов курировали из России. Косвенными доказательствами этого, говорят в прокуратуре, стало задержание еще одной группы диверсантов, планировавших другой теракт. Была задержана группа, которая направлялась для совершения террористического акта в клубе. На сегодняшний день у нас нет прямых доказательств о причастности этой группы к террористическому акту, о котором мы сегодня с вами говорим. Но в процессе расследования вероятность этого факта может стать явной. На вопрос же, почему силовикам не удалось предотвратить теракт на маршала Жукова, правоохранители говорят, что будет проведена проверка и оценка всех действий сотрудников милиции и службы безопасности. Однако основную роль в трагедии сыграло время и место закладки мины. Правоохранители, а их было 130 человек, старались оградить участников марша, поэтому и пострадали не меньше других. Мы практически уверены, что закладка этой мины направленного действия, это первый такой теракт в городе Харькове, это по большому счету и в Украине, это направленный взрыв. Она происходила именно тогда, вот с часу ночи до четырех в городе Харькове выключается уличное освещение. Вот эта темнота может быть, не оправдывая совершенно работников служб безопасности и внутренних дел, она не дала нам возможности предотвратить именно эту акцию. В процессе расследования будет дана оценка, в том числе и действиям органов милиции, которые в соответствии с действующим законодательством должны были обеспечить безопасность этого мероприятия. Сказать сейчас о том, что милиция безответственно отнеслась к своим обязанностям, я не могу. По словам губернатора Игоря Райнина, не только силовики, но и организаторы акции должны нести ответственность за ее последствия. Ведь активисты были предупреждены, что около Дворца спорта невозможно будет гарантировать полную безопасность, но они это снова проигнорировали. Извиняюсь, обнюханы были все урны, то, что оказалось под снегом и под всей этой ситуацией, безусловно, это проблема. Поэтому я еще раз хочу сказать, что есть маршруты, есть правила проведения акции, когда можно гарантировать стопроцентную безопасность. Невозможно гарантировать, к сожалению, безопасность, когда люди тоже себя ведут безответственно. Мы захотели, пошли туда. Есть сложности объективные. Также губернатор отметил, что будет дана оценка и действия медиков, они не дежурили на месте, а также проведена проверка, почему на политической акции было так много несовершеннолетних. Кроме того, сообщил Райнин, после совещания с силовиками и активистами общественных организаций будет принято решение, запрещать ли все массовые мероприятия в регионе или нет. Марина Николаева, Андрей Домовой, Александр Проценко, агентство телевидения новости. Вы смотрите новости АТН, далее выпуски. Минские договоренности остались на бумаге. Боевики по-прежнему продолжают обстрелы украинских позиций. Эксклюзивный репортаж АТН из зоны АТО. В Харькове 15-летняя девочка выбросилась с девятого этажа. По данному факту открыто уголовное производство. ДТП с участием общественного транспорта. Трамвай-маршрутка не поделили перекресток. Пострадавшие с перевернутой маршрутки выбирались через люк. Подробности через несколько секунд. Продолжение следует... Украинская меблевая компания. Дивани с ортопедичными матрасами. Комфортный сон, здорова спина. Метро Маршала Жукова. Напротив домомеблі. Дегтально на ОМК.UA Новый Зир надает новые возможности лазерной коррекции зору. Сучасные методики, которые могут изменить вид, получать изнижку и слышать невероятные возможности. Новый Зир Харьков. 720-92-20. Сталевые двери Камунар. Телефонуйте 7100. Добавьте лёгкости в свой день. Радио Релакс. Несмотря на минские договорённости, боевики не прекращают обстрелов украинских позиций. Стреляют по Широкино и Лебединскому под Мариуполем. Продолжаются боевые действия и в районе Дебальцево. После того, как этот город был оставлен, следующим форпостом украинской армии стала дорога на Артёмовск. Подробности в эксклюзивном репортаже АТН из зоны АТО. Улицы прифронтового Артёмовска в одночасье превратились в большую казарму. Бойцы, которые вышли из-под Дебальцево, здесь на каждом шагу. Больше всего у продуктовых магазинов. Видно, что многие до сих пор находятся в шоке. Некоторые выпившие. Кто-то пробивался уже через блокпосты сепаратистов. Кто-то прошёл ночью несколько десятков километров пешком, переправляясь через реку в брод. Говорят, даже позавидовали тем, кто попал в госпиталь накануне. Теперь очень много не только раненых и контуженных, но и простуженных. Мы не знали, что мы в кольце даже были. Яких хлопцей хотели в госпиталь лягать. Сказали, что дороги уже нет сюда. Отправили три Урала, 200-300. Лишилось 7 человек, которые вышли звезти, когда нас окружили. Никто не знал просто, что мы будем выходить. Мы случайно... Ну, как, комбриг великий. Да, чтобы не он, не наш комбриг, 128-й. Все бы полягли там. Об интенсивности обстрелов можно судить отъехав от Артёмовска. Эта школа находится в 12 километрах от Дебальцева. Относительно недавно здесь был тыл. Теперь она уже за новой линией фронта. Украинские военные заново укрепляются на Дебальцевском направлении. Говорят, последние бои ещё раз показали, что воюют они не с ополченцами. Местных скорее используют как пушечное мясо. А за ними на броне идут хорошо подготовленные кадровые военные России. Двухсоти, которые проверялись документы, забирались. Луганская, Донецкая область. А сзади стоят? Это гуманитарка, что ида им. Это идут боеприпасы. Боеприпасы идут, реально идут боеприпасы. То есть, если бы их накрыть, вот тут конвой, который идёт, типа гуманитарка. Гуманитарка никак не идёт. Кому? Людям, людям помогаем мы. То есть, что есть у нас, то что он кибанку даём им. А то, что они там конвой, а они боеприпасы. Просто они боеприпасы. На толпы военных жители Артёмовска смотрят с тревогой. Здесь давно уже живут в прифронтовом режиме. Под звуки канонады, с машинами раненых, которых везут с передовой, с беженцами, с очередями из жителей подконтрольных террористом территорий у банкоматов. О политике вслух говорить не принято. Хотя мнения о том, кого поддерживать, разделились примерно 50 на 50. Опытную обстреляли, мясокомбинатную обстреляли. Там 7-летний ребёнок погиб, и девушка погибла. Всё, что можно, в школу попал. А если всё-таки ДНР, как получится, здесь будет, как будете к ним относиться? Та божесть был ДНРовцы эти. Вы что, это бандиты. Я ДНРовец. Я живу в республике ДНР. С ними спокойнее, да? С кем? С ДНР. Конечно, спокойнее. Будет и у вас ХНР. Или Новороссия, не знаю. Правда, предпринимать какие-то более активные действия, пока Артиумовск наводнён украинскими военными, сепаратисты не решаются. Ведь бойцы с оружием в городе повсюду. Во многом, говорят они, и потому что разместить такое количество людей сложно. Солдаты живут в палатках, зачастую предоставлены сами себе, из-за чего к местному командованию у них возникают претензии. Говорят, даже попасть на территорию части им не всегда удаётся. Мы не жалуемся на условия. Мы понимаем, что много людей, немножко хаос, форс-мажор, это всё мы понимаем. То есть на условия никто не жалуется. Но, простите, попасть на территорию части, дабы отдохнуть, я думаю, что мы на это заслужили, и у нас есть право. И вот эти закиды некоторых полковников, я не знаю, откуда они, ну, не наши, местные, наверное, там по поводу уставной-неуставной формы одежды. А где же вы были, товарищи полковники, когда люди в гражданке воевали там, и в том, что им привезли, волонтёры? Волонтёры и сейчас одевают вышедших из-под Гебальцево. Снова нужны одежда, еда, амуниция. Работы много и сейчас не до паники. Кто-то остался без генераторов, какие-то подразделения, кто-то остался без тёплых вещей. У кого-то изношена форма, реально изношены там те же самые ботинки, там потерянные перчатки, спальные мешки и тому подобное. То есть всё это опять приходится восстанавливать, то есть это надо. Этим надо обеспечивать, этим надо помогать. Относительно там какой-то истерики, дикой паники. Ну, хорошо выходят тогда, когда войны нет. В буквальном смысле люди иногда выходят голые боссы, то есть без формы, без каких-либо вещей вообще. И поток на сегодняшний день такой большой, что ни одна государственная машина с этим просто справиться не может. Много военных, которые вышли из-под Гебальцево, уже сдали оружие. Их ждёт долгожданная ротация и отпуска. При этом часть бойцов не скрывают, они готовы вернуться на передовую. Просто надо немного передохнуть. Марина Николаева, Александр Романовский, агентство телевидения новости. В Харькове милиция расследует суицид 15-летней девочки, которая выбросилась с 9-го этажа. По данному факту открыто уголовное производство. Подробности в сюжете. Беда в этой 12-ти этажке по улице Полтавский шлях случилась около половины 8-го утра. С одного из балконов на 9-м этаже вниз шагнула 15-летняя девочка. Торговцы с местного рынка говорят, в ушах до сих пор стоит её крик и последовавший за ним глухой удар. Тело ребёнка упало на крышу одного из магазинчиков, пристроенных к дому. Мама погибшей, говорят очевидцы трагедии, в этот момент была в ванной и даже не сразу поняла, что произошло. А потом увидела открытую дверь на балкон, вышла и посмотрела вниз. А ещё попыталась через окно квартиры второго этажа выйти на крышу. Думала, что её дочка живая нуждается в помощи, но сорвалась и тоже упала. Подоспевшие медики увезли её в больницу с переломом ноги и тяжелейшим нервным срывом. Тело позднее сняли сотрудники службы чрезвычайных ситуаций. Правоохранители провели опрос свидетелей, друзей и одноклассников погибшей. Как сообщили новостям ОТН в Центре общественных связей МВД области, по данному факту уже открыто уголовное производство. Сейчас проводятся досудебные расследования, чтобы выяснить, что подтолкнуло ребёнка, по словам друзей, умную и успешную девочку к роковому шагу. Инна Степанишина, Александр Проценко, Агентство телевидения новости. ДТП с участием городского транспорта. Трамвай и маршрутка не поделили перекрёсток. В результате столкновения рейсовый автобус перевернулся на бок, и пассажиры вынуждены были выбираться из него через люк. Пострадали 4 человека. Два часа дня, суббота. Рейсовый автобус «Харьков-Жихарь» ехал от улицы Державенской в направлении Ганны, а трамвай шел со стороны Плехановской. На пересечении проспекта Гагарина и улицы Кирова трамвай и маршрутка столкнулись. От удара автобус отбросило на островок безопасности, после чего он лёг на бок. На момент столкновения в трамвае было 20 пассажиров, в автобусе ехало четверо. Людям из маршрутки, по свидетельству очевидцев, пришлось выбираться из салона через люк и разбитое лобовое стекло. Двоих женщин 60 и 78 лет с травмами головы и ушибами забрала скорая. У водителя автобуса – ушибы плеча и ноги. Помощь медиков понадобилась и женщине, управлявшей трамваем. У неё реакция на стресс. Кто из водителей поторопился проскочить перекрёсток, предварительных выводов пока нет. Со слов водителя автобуса, он рухался на измену сигнала светлофора. То есть, подъезжая до светлофорного объекта, он увидел, что он будет переключаться в зеленый, мигающий светлофор. Определять виновника ДТП будет уже следствие после окончания всех экспертиз и опроса свидетелей. Галина Шподарева, Александр Параценко, агентство телевидения новости. Последняя неделя зимы порадует харьковчан уже весенней погодой. Минусовой температура будет только ночью. Во вторник – до минус 3 градусов, в остальные дни – от минус 1 до плюс 2. Днём же столбики термометров будут стабильно подниматься выше нуля. Во вторник, 24 февраля, днём воздух прогреется до плюс 7 градусов. В среду и четверг – 5-6 со знаком «плюс». А вот самым тёплым днём на этой неделе, по прогнозам синоптиков, будет пятница, 27 февраля. Столбики термометра в этот день поднимутся до плюс 12 градусов. На выходные в Харькове снова немного похолодает. В субботу днём – до 2 градусов тепла, в воскресенье – до плюс 4. При этом всю неделю в Харькове будет сухо, осадков в синоптике не прогнозируют. Небо будет в основном облачным. Солнце ненадолго выглянет только в среду и четверг. И на этом у меня всё. Больше новостей на нашем сайте atn.ua. В студии работала Мария Парсенкова. Всего доброго и до встречи. 30-40 набирай, таксишара замовляй. Є мобильный, є такси. Замовляй. 30-40 набери. С мобильного безкоштовно. Нужно груз перевезти? 20-40 набери. С мобильного бесплатно. Цену сообщит диспетчер. Тариф. От 99 гривен. Подача машины. От 15 минут. Приём заявок. Круглосуточно. Как заказать? 20-40. С мобильного бесплатно. Звучайна стричка. Але я готовий віддати життя, щоб захистити ту, хто її носить. У кожного є речі цінніші за життя. Мобілізуйся. Захисти найдорожче. Наталі Болгар. Жіноча класика для тебе. Успішної та сучасної.